С видеоиграми связано множество невероятных вещей, будь то в них самих или в реальной жизни. Сегодня GameRanks представляет вам 5 невероятных игровых достижений, которые вы и представить себе не могли. Номер 5. Мы пытались не прибегать к мировым игровым рекордам, но был один, о котором определённо стоит упомянуть. Один калифорнийский учитель побил мировой рекорд по длительности игрового марафона. Прежде это место занимал некто из Австралии, который играл в Black Ops 2 на протяжении 135 часов подряд, ещё в 2012 году. Кэрри Свидеки, извиняюсь если исковеркал ваше имя, побила этот рекорд на 3 часа, то есть 138 часов. Однако самое безумное в этой истории то, что она играла в Just Dance. Всё верно, в этой игре вы не сидите на месте и используете только руки, она танцевала на протяжении 138 часов подряд. Вы хотя бы представляете себе, насколько это безумно? Я прохожу один лестничный пролёт по пути на работу каждое утро и для меня это уже слишком, потому я даже и представить себе не могу всю боль происходящего. Во время игры она транслировала свой 130-часовой марафон в социальных сетях и даже смогла собрать 7000 долларов для благотворительного фонда. Также она борется с детским ожирением и постоянно организовывает мероприятия по Just Dance в школах по всей Калифорнии, чтобы ребятишки больше двигались. Это очень благородно с её стороны. Но больше всего мне здесь нравится то, что это ещё одна история, где видеоигры приносят добро. Хорошие игры просто невероятны в том плане, что они могут сделать для людей. Потому каждый раз, когда я слышу, что игра принесла что-то хорошее в этот мир, я этому очень радуюсь. Поэтому, Керри Свидеки, ещё раз извиняюсь за то, что мог исковеркать имя, спасибо, что вы такая классная. Продолжайте в том же духе. Номер 4. Этот занятный пример игровых взломов чертовски крутой. Группа студентов MIT решила сыграть в Тетрис на одном из зданий кампуса. Однако они не проецировали его на здание, а вместо этого использовали каждое окно в качестве пикселя. А точнее, 153 пикселя, потому что на том здании было 153 окна. Так вот, хакеры из этой группы утверждают, что хотели сделать нечто подобное ещё в 80-х годах. А потом они просто решили это сделать и сделали. И вот, после 4,5 лет работы у них получилось. И их работа окупилась, потому что выглядит это потрясающе. Это очень круто, поскольку это даже не взлом в традиционном смысле. Тут это слово не совсем уместно. Они сделали своего рода ограждения на окнах дома из светодиодов, которые их подсвечивали. Они были достаточно яркими для использования и недостаточно яркими, чтобы раздражать жильцов. Все 153 этих ограждений управлялись без проводов. Однако мне показалось забавным то, насколько плохо чувак в него играл. По-моему, он сумел убить лишь один ряд. Хотя, несмотря на их посредственный скилл в Тетрисе, они всё равно молодцы. К счастью, управление университета разрешило им оставить световые рамки подключёнными, чтобы их можно было использовать в будущем. Хакеры из этой группы даже говорили, что они планируют сделать ещё кое-что с этим светом. Будем ждать, что же они там ещё придумают. Номер 3. Один чувак по имени Джек Уэйд побил панч-аут Майка Тайсона с завязанными глазами. К вашему сведению, панч-аут славился именно своей сложностью, как игра под Нинтендо. Поэтому его прохождение с завязанными глазами требует определённого умения. Насколько мы знаем, он был первым, кто смог это сделать. Первые несколько бойцов практически ничего из себя не представляют, потому что они атакуют по одной схеме, которую достаточно легко запомнить. А вот побить Майка Тайсона с закрытыми глазами – это действительно заслуживает похвалы. В этой игре Майк Тайсон может свалить вас всего одним ударом, а если у вас наберётся 3 нокаута, вы выбываете. Кроме того, бой с Майком Тайсоном довольно рандомный, потому вам не удастся запомнить последовательность его ударов, и от вас потребуется немало усилий. Но этот парень смог это сделать. К сожалению, интернет обвинил его в том, что это всё подстроено и что кто-то другой играет за кадром. Некоторые же говорят, что он видит насквозь через эту шапку, которую нельзя использовать в качестве повязки на глаза. Лично я не думаю, что что-то говорит о том, что он смухлевал, но так уж устроен интернет. Номер 2. Думаю, вы согласитесь, что пройти Dark Souls – само по себе достижение. А теперь представьте, каково его проходить с помощью гитары-контроллера, как это сделал Бенджамин Гуин. Он играл на ПК и самостоятельно переназначил все клавиши на различные действия, используя в том числе лады, нижний порог и движущийся активатор. Однако некоторые вещи, например, тяжёлые атаки и блок, не уместились. Должен сказать, что если вы сможете пройти эту игру с обычным контроллером, без блоков или тяжёлых атак, то вы меня уже этим впечатлите. В то же время этот чувак прошёл ещё дальше и прошёл игру с гитарой-контроллером. Его забег занял примерно 11 часов, а на некоторых боссов ушло по несколько попыток. По большей части он пользовался тяжёлой бронёй, хотя иногда сбрасывал её и бегал голышом, чтобы было быстрее. Но всё-таки это действительно впечатляет. Он также проходил игру, используя танцевальный коврик, бонго-контроллеры, клавиатуру, только не компьютерную, а музыкальную. Ему нравится это делать, и вам стоит самим зайти на его канал, потому что он вытворяет действительно прикольные штуки. Номер 1. На первом месте у нас чувак, который поставил наивысший рекорд в игре Астероидс. 15 апреля 2010 года Джон МакАлистер поставил рекорд, проиграв три дня подряд в эту игру. До этого рекорд был у Скотта Сафрена, или Сафрена, я не уверен. Его рекорд был 41 миллион 336 тысяч 440 очков. Он поставил его ещё 14 ноября 1982 года. Его рекорд побили спустя 28 лет. Джон МакАлистер, побивший этот рекорд, набрал 41 миллион 338 тысяч 740 очков. Помимо того, что он побил этот рекорд, он также побил рекорд самого долгого удержания рекорда в истории видеоигр. Это целых два достижения в одном. Джон МакАлистер на самом деле поступил очень умно. Он накопил 99 запасных жизней. И поскольку у него было так много жизней, он мог отходить от игры, чтобы воспользоваться уборной, немножко перекусить или даже отдохнуть. Его кораблю нужно было бы потерять целых 99 жизней, прежде чем ему приходилось возвращаться к игре. Он поступал очень хитро и был настроен решительно, поэтому смог сделать что-то впечатляющее. Джон МакАлистер и по сей день держит этот мировой рекорд. А кто-нибудь хочет его побить? Это были пять невероятных игровых достижений, о которых вы могли не знать. А что думаете по этому поводу вы? Пишите свои мысли в комментариях. Если вам понравился выпуск, то жмите лайк. А также не забывайте поддержать лайком автора оригинала видео по ссылке в описании. Если вам понравился наш перевод и озвучка, вы можете поддержать нас на Патреоне, а также подписаться на Ютубе и ВКонтакте. Все ссылки, как обычно, в описании. Спасибо всем за просмотр и увидимся в следующий раз.